Апостол Павел говорил, что нас злословят и говорят, что мы так учим. О чем же злословили Павла? Они говорили, если Бог может проявляться через твои беззакония дела, то тогда давайте будем делать еще больше зла, чтобы Бог сделал больше добра. Другими словами, когда ты говоришь о Божьей благодати, всегда люди найдутся, что скажут, они учат грешить, потому что Бог все равно помилует их. Поэтому вообще, если тебя не обвиняли в том, что ты учишь верующих грешить, ты еще не начал проповедовать благодать. Как только начнут тебя в этом обвинять, значит ты уже на пути к благодати. Кто-то понял, что я сказал? Когда ты говоришь о благодати, благодать не вмещается в грешные мозги или в законнические мозги, она очень не вмещается. Давайте прочитаем короткую историю Евангелия Тиана, пятую главу. Если можно открыть с первого стиха, просто прочитаем одну мысль, погрузимся в эту историю. И я хочу выделить пару фрагментов здесь, чтобы мы это увидели. Давайте пятая глава Евангелия Тиана. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. И я живу в Иерусалиме у овечьих ворот купальна, называемая по-еврейски Вифезда. В некоторой церкви так называется купальна. При которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам исходил в купальню и возмущал воду. Кто первый входил в него, тот, по возмущению воды, тот выздоравливал. Какой бы не был одержим болезнью. Короче, кто самый сильный, видимо, самый наглый, вот тот и получал исцеление. Все остальные ждали опять, когда же будет шторм. Идем дальше. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащим, и узнал, что он лежит уже долгое время. Ну, можно было увидеть, да? Они обычно похожи, знаете, на кого, да? Когда они долго лежат, не переодеваются, ничего. Говорит ему, хочешь ли быть здоровым? Вот хороший Иисус, хороший вопрос у Иисуса. Вообще, хочешь ли быть здоровым? А кто не хочет? А есть кто не хочет, да? Потому что так выгодно, так привыкли. Привыкли потихонечку вонять, другим подванивать. И вот бремя быть для кого-то, и чтобы тебя все жалели. То есть люди не понимают смысл благодати и своей творческой личности. Ты не бремя, а решение проблем для других. Тебя Бог создал быть благословением, а не проблемой для других. Поэтому вот здравый человек обязательно скажет, я обязательно хочу быть здоровым. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, уже кто-то опередил меня, другой раньше меня это сделал. Иисус остановил все эти движения воды, все этих достижений, всех этих невозможностей. Он просто говорит ему, встань, возьми подсель твою и ходи. Просто поднимайся и давай иди. Все просто. Исцеление вообще очень просто. Мы его усложнили. Пять шагов того должно вот прийти, ангел Господень должен прийти, помазание должно прийти, должно пробуждение прийти, какое-то движение духа, и тогда начнется исцеление. Исцеление очень просто. Как кто-то сказал, нету, нету особых времен чудес, времена исцеления. И есть всегда Бог исцеляющий, есть всегда Бог чудес, но определенные времена, какое-то время пробуждения, братья и сестры, время последнее. Время всегда одинаковое. Одинаковое 24 часа в сутки. Время всегда. И Бог всегда тот же. Поэтому зависит не от определенного времени. Ой, сейчас такое время. Зависит от знания, кто он. Знания Бога. Он тут сейчас выздоровел, взял постель свою, пошел. И было же это в день субботни. Вот тут все начинается самое интересное. В день субботний нельзя было работать. Знаете почему? Ради Господа. Нельзя было делать никаких дел ради Господа. Вы со мной? Понимаете это? Нельзя было ничего делать ради Господа. Если я скажу прямо, Иисусу было все равно на этих всех правил, которые люди держались ради Господа. Почему? Давайте дальше прочитаем. Чуть-чуть ответвления будет. Посему иудеи говорили исцеленному. Сегодня суббота. Не должно тебе брать постель. Нельзя было это делать. Правда же в законе так написано? Вот нельзя брать в постель. Скажите, ради кого нельзя брать в постель? Ради Господа. Ради Господа. Правильно же? Нельзя работать ради Господа, чтобы угодить Господу. Я хочу подчеркнуть или как бы вот такую линию сделать в вашем сознании. Отдел, который люди всегда говорят. Ради Господа. Ты не должен грешить. Ради Господа. Ты не должен, ты должен, должен, должен. И все это ради Господа, чтобы угодить Господу, чтобы Господу понравилось. Поэтому тебе не должно брать эту постель. Дальше. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Человек вообще, человеку было все равно, брать, не брать постель. Но тот, кто его исцелил, дал ему такое приказание, бери постель и уходи отсюда. Ну и там дальше начинается интересная еще мысль. Давайте быстренько прочитаем. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. И Силенович же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме, сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще хуже. Отдельно греши больше, отдельно когда-нибудь расскажу, это тоже интересно. Сейчас не об этом. Человек грешник и законник, он сразу найдет, что ему Иисус сказал. Соблюдать субботу опять там, еще это, не грешить. На самом деле все не про это. Идем дальше. Человек себе пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Какие дела делал Иисус в субботу? А? Хорошие дела делал в субботу. Так за что его искали убить? Потому что в сознании законника дела ты должен делать, ну, добрые дела по-другому исчисляются. Надо угодить Господу. Люди делают добрые дела, чтобы Господь обратил на это внимание. Поэтому, я бы хотел подчеркнуть в вашем сознании такую интересную мысль. Твои дела для Господа или от Господа? Это, ну, я поясню, что я имею в виду. Твои дела, ты делаешь это для Господа или благодаря тому, что Господь встретился с тобою? Поэтому, что говорит Иисус дальше? Давайте посмотрим. Следующий стих. Иисус же говорит им, Отец Мой до ныне делает. В смысле? Так мы же как раз делаем то, что Отец хочет, чтобы мы ничего в субботу не делали. Иисус говорит, нет, Отец Мой до ныне делает, а вы не делаете. А Отец Мой до ныне делает. И Я делаю. Скажите, вот то, что сделал Иисус. Он делал, потому что Отец делает. Смотрите, в законническом Отец ничего не делает. Отец сидит на троне или Бог, потому что в законе Отца не было. Бога Отца. Он был Бог всемогущий, поедающий, огонь. Он страшный, судья. Он Бог, которому все Ему поклоняются. И Он требует, чтобы все кланились перед Ним и исполняли Его законы, даже которые не понимают. Это в законе. И этот закон Он всегда выражал Бога гневающийся. Сам закон производит гнев. Поэтому в законе Отец или Бог ничего не делает. Это люди должны делать для Бога. Скажите, я понятно это пытаюсь занести? Поэтому Иисус им говорит, вы не поняли. Отец Мой до ныне делает. Что Он делает? То, что Он делает, и Я делаю. Вы можете посмотреть, что делает Отец. Я смотрю на Отца Творящим, и Я творю. Так вот Он делает добрые дела, тогда, когда нельзя делать никакие типа дела. Улавливает это или нет? Когда мы говорим о благодати, и мы говорим о том, что благодать меняет жизнь человека, то люди, слушая, что мы оправданы не от дел, и нам не нужно какие-то дела, чтобы угодить Богу. Мы получили благодать от Него. Нам не нужно что-то сделать, чтобы понравиться Богу. Тогда люди думают, они говорят о том, что живи как хочешь, ничего не делай, потому что все равно Богу ты уже не можешь угодить, но Он тебя уже принял. Поэтому они как будто бы, давайте, смотрите, в законнических мозгах то, что Иисус сделал, это было злом. Это не было добром. Они не видели, что человеку стало хорошо, который 38 лет был больным. Они этого не видели. Они видели, что это не добро, а зло. Поэтому они будут говорить, так не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Давайте больше будем грешить, делать больше беззакония, чтобы Бог нас больше прощал, и проявилась Его благодать. Типа так мы учим. Так вот, мои несколько фраз, которые должны помочь вам это понять. Ты во Христе, в благодати, не должен делать никакие добрые дела. Еще раз. Запомните это, только это полфразы. В благодати ты не должен делать какие-то добрые дела. В благодати ты не можешь не делать добрые дела. Это в законе ты что-то должен, и тебя постоянно напрягает. Но когда ты человек благодати, это значит, ты человек добрый. А добрый человек делает только добрые дела. Это его естество. Он по-другому не может. Люди, которые не понимают благодать, они думают, что благодать вычеркивает отношение, или добрую жизнь, или праведную жизнь. Они так думают. На самом деле, они не понимают самой благодати. Давайте посмотрим послание эфесянам. Как бы знакомый текст, но я тоже хочу показать это. Послание эфесянам я сегодня много буду читать из Писания. Но я все равно вовремя закончу, не переживайте. Все будет хорошо. Эфесянам 2 глава, мы ее прочитаем до 10 стиха. Прямо с 1 по 10 стих. Хорошо это вам напомнить и запомнить, и видеть контекст. «Вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Вы были мертвы. У вас не было никакой жизни. Это определение для человечества. Вот кто вы были. «В которых вы никогда жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Были чадами гнева? Да. Чадо гнева всегда гневается. Они всегда гневались на Иисуса. И это все было ради Господа. Чадо гнева. Тяжелое определение, правда? Если тебе скажут, «Эй, ты, чадо гнева». Он как бы говорит, что мы все были такими же по природе. Вот наша природа такая была. Следующий стих. Бог. Теперь концентрируется, там было про нас, а здесь про Бога. Бог богатой милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Когда Христос воскрес, все человечество воскресло в нем. Это истина Евангелия. Ой, а так если мы воскресли, нам уже ничего не надо делать. Читаем дальше. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Все, что нужно было, чтобы ты попал на небеса, сделал Иисус. Все, что нужно, чтобы небеса попали на землю, тебе надо сделать теперь. Все, что нужно, чтобы ты попал на небеса, это очень сложно, но Иисус это сделал. Ты имеешь жизнь вечную. Тебе не надо достигать эту жизнь вечную, потому что тебе подарил Иисус. Но это жизнь, а не смерть. Поэтому если ты живой, то ты начинаешь жить в этой жизни вечной. В этой жизни вечной Отец что-то делает всегда. И это то, что Он делает, всегда приносит жизнь и радость, благословение кому-то. Поэтому Евангелие или то, что вы сегодня пришли в церковь. Некоторые говорят, а зачем нам ходить в церковь? Мы же спасенные. Потому что вот этот вопрос задают только люди с законическим мышлением. Они ходят в церковь, чтобы достигнуть небес, чтобы оказаться с Богом. Для этого ходят в церковь. На самом деле мы входим в церковь, потому что мы с Богом. Мы же здесь, потому что Бог с нами. Потому что мы уже приняли эту благодать. И это совершенно другой подход. Вообще, я думаю, что люди, которые не ходят по воскресеньям в церковь, бывают разные ситуации. Но если это систематические люди не ходят в церковь, вопрос не с твоими делами, вопрос с твоей верой. Плохие дела, когда у людей плохие дела или неправильные поступки, мы хотим изменить их поступки. Это неправильный подход. У них плохая вера, поэтому у них плохие дела. Нужно не менять дела, нужно менять веру. Когда человек верит правильно, верит на самом деле в Господа Иисуса, верит в благодать, то совершенно другая жизнь сопровождает этого человека. Скажите, я уже громко кричу, потому что только Сережа кричит Аминь. Аминь. Скажите, я здесь понятен или нет? Поэтому он воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Я уже говорил, повторю эту фразу. В законе все понятно сейчас. Вот что хорошо, что плохо, что надо делать, что не надо делать. Как молиться Богу? Как делать? Когда делать? Сколько в субботу проходить пути? Сколько метров ходить? Сколько дышать? Что можно есть? Что нельзя есть? И все понятно. И есть специалисты, которые все это размножают на многие-многие всякие формулы. И для каждого человека есть целая отдельная система, как тебе жить. Это закон. Казалось бы, все просто, все понятно в благодати, никаких требований, никаких сложностей. Вообще ты в свободе, брат. Ты можешь приходить в церковь, можешь не приходить. Все равно ты во Христе Иисусе. Ты можешь и делать добрые дела, и их не делать. Ты все равно во Христе Иисусе. И это кажется очень сложным. Это очень кажется таким вот распущенным. Конечно же, люди обязательно выберут не приходить в церковь. Конечно же, люди обязательно выберут не делать добрые дела, потому что, типа, могут, могу копать, могу не копать. В законе все понятно в начале, только в конце все расплывчато. Ни один законник не знает, он спасется или нет. Он получит вечную жизнь или нет. Его будущность неизвестна. Господь только знает. Брат, ты спасен или нет? Конец покажет. Господи этот конец. Что ж он показывает все время? Конец покажет. Переходим в благодать. В благодати вроде бы не все понятно в начале. Вообще, как строить церковь, как отношения. Нету никаких строгих правил, нет никаких требований, все в свободе. Ты сам, потому что это рабам нужен закон. А сыны, свободные люди, они как-то по-другому формируют свое отношение. Так вот, в благодати может быть не все понятно сейчас, зато твоя будущность и твоя вечность уже давно определена. Воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Дальше. Что в благодати? Читаем следующий стих. Для чего? Дабы явить в грядущих веках. Когда Павел писал, это был первый век. Грядущие, я думаю, как минимум 21 век. Это грядущий. Грядущий не век, а в веках. Значит, когда люди думали, что вот скоро конец, еще в первом веке так думали, то Павел, вдохновленный Евангелием, благодатью, откровением, писал совершенно другое. Когда писали, время скоротко, и все скоро закончится, они, может быть, до конца не понимали всего. Но здесь написано, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное, это гипербогатство, благодати, своей в благости к нам, во Христе Иисусе». Дальше. «Ибо благодатью вы спасены, не от дела, а через веру». Два слова об этом. Вера – это принимать. Дела – это действовать, это делать, отвечать, может быть. Вы спасены не от дела, не из-за того, что сделали, вы осознали это спасение или приняли это спасение, живете в этом спасении. Это спасение оказало на вас влияние из-за веры. Вера – это довериться, это видеть невидимое. Что я увидел из невидимого? Что когда Христос воскрес, пожалуйста, не отвлекайтесь, только на меня смотрите. Когда Христос воскрес, я вместе с Ним воскрес. Это мое воображение, это моя вера, я в это верю. Я вместе с Ним посажен на небесах. Это мое вечное место пребывания. Кто может оттуда тебя, ну, забрать, опустить, что-нибудь сделать? Через веру я в это верю. Когда ты начинаешь верить, что благодатью ты спасен? Через веру. Это не от вас. Это Божий дар. Дальше еще более жестко. Следующий стих. Не от дел. Вы это достигли, чтобы никто не хвалился. И следующий стих, на котором мы закончим. Ибо мы все теперь, Его творения, теперь созданы не в Адаме, а во Христе Иисусе. Мы новое творение созданы во Христе Иисусе. Когда Он умер, и воскрес, произошло создание нового человечества. Новое творение, новая генетика произошла на земле. Это человек с божественной природой. Это человек, который живет как Бог, как думает как Бог. Это человек, который наполнен Богом. И Он творческая личность. Он имеет вечную жизнь как Бог. И вот этот человек думает как Бог и делает как Бог. Дальше написано, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Мы делаем добрые дела не чтобы попасть на небо, а потому что мы уже на небо и спустились оттуда. Мы уже на земле от имени Бога действуем и устанавливаем Его царство. Если твои дела плохие, как идут дела? Плохо. Не иди с ними. Если дела плохие, проблема не с делами, проблема с твоей верой, проблема с твоим видением, проблема с твоей сущностью, с чем ты ассоциируешь себя, с чем ты, ну, я не знаю, как это еще выразить, слабый мой словарный запас. Да, с кем поведешься. Но когда ты видишь, кто ты есть, добрый человек, сказал Иисус, он выносит из доброго сокровища доброе. Есть один брат в этом зале, который говорит, когда написали про то, что женщине нужно помочь, убили мужа на войне, и он говорит, я не понимаю, почему люди не отреагировали. Неужели 10 долларов нет? Что-то не то с нами. А потом он пишет, говорит, если никто не даст, я дам. Потом он сказал, я дам не потому, что у меня много, потому что я добрый. И это меня растрогало. Я дам не потому, что у меня много, это потому, что я добрый. Господи, мы сами по себе никогда не могли быть добрыми. Мы по природе исчадия ада. Мы по природе, но когда человек стал добрым, это благодаря тому, что сделал Бог с твоим сердцем. Поэтому мне нравится, добрый человек, который принял благодать, он добрый в жизни. Добрый человек, он проявляется. Некоторые думают, надо делать добрые дела. Ты не можешь делать добрые дела, чтобы получить добрую природу. Ты можешь только поверить в доброту Бога, принять это. И тогда твои дела исходят из твоей природы. Поэтому я повторяю, когда плохие дела, проблема с верой, а не с делами. И мы можем сказать, брат, ты неправильно поступаешь, ты должен... Научите его верить правильно. Верните его к благодати. И есть благодать научающая, которая изменит все. В законе быстрый результат. В благодати не очень быстрый результат, но зато надежный, вечный и истинный результат. В законе можно просто взять ремень, отхлестать ребенка на основании принципа закона и шелковый буквально... Ну, в эту же секунду, сразу смиренный. В благодати нужно учиться не раздражать детей, учитывать, воспитывать их в учении, в наставлении Господнем. Нужно с детьми молиться, нужно с детьми общаться, нужно детям рассказывать. Они еще не понимают и делают что-то неправильно, и ты продолжаешь это делать. Зато, когда они вырастут, я верю, что посеянное семя благодати в миллиард раз сильнее, чем ремень закона, чем вот это всякое принуждение, принуждение, мы их воспитывали, воспитывали, да воспитывались, пока они только уже освободились. Поэтому то же самое в церкви происходит. Мы постоянно заставляем людей, делайте, делайте, делайте. Проблема с верой, проблема в том, что мы не до конца понимаем, кто мы есть на самом деле. Поэтому, когда ты пропитываешься, ты живешь этим. Я добрый человек, я новое творение во Христе Иисусе, я уже есть, не когда-то буду, я есть такой. Добрый человек живет в этой, он его действия. Поэтому не важно, что религиозники не оценили твое доброе дело. Они сказали, они там танцуют, они там прыгают, потому что это не соответствует поклонению и смирению перед Богом. Да и в субботу исцелять людей тоже не соответствовало смирению и поклонению перед Богом. Только Иисус сделал на самом деле доброе дело, а то, что делали фарисеи, это просто было... Это то, что... Да, спасибо, что помогаете, а то я скажу. Не надо, да? Опять не надо. Было ли понятно? Потому что это только... Ну, я еще восемь мест приготовил. Было ли понятно? Если это было понятно, я просто благословляю вас помнить, кто вы есть во Христе Иисусе. Это единственное, что нужно делать. Помни Господа Иисуса. Помни, кто ты есть. Помни, что Он сделал для тебя. Помни, как Он вложил все в тебя. Он тебя создал для больших целей. Он тебя создал творческой личностью. Ты уже... Смотри, твоя будущность, кто ты есть, уже все понятно. Представьте себе, человек, который вечно живет, который поставлен выше ангелов, человек, который во вселенной, когда входит, ему поклонятся все ангелы. Я говорю о тебе, потому что через Иисуса это стало нашим. Человек, который унаследовал через Иисуса, он разделил наследство между многими братьями. Человек, который этого наследовал. И вот это имеет все. Ходит и думает, как бы мне что-нибудь украсть. Еще что-нибудь делает такое, что-нибудь мерзкое. С кем-то ссорится, ругается постоянно. Проблема вот только в одном. Он на самом деле не увидел и не поверил, кто Он есть. Когда ты знаешь, кто ты есть, ты никогда не позволишь, ты не думаешь даже в этом направлении. Ты настолько будешь спокоен, свободен от всего этого. Мы хотим сказать людям, не надо воровать, потому что это плохо, потому что Бог тебя накажет, будешь гореть вечно в аду. И знаете, ничего это не помогает. Люди продолжают воровать, убивать, насиловать, потому что с законом познается только грех, и закон усиливает грех. Благодать. Что такое благодать? Это то, что пришло от Бога. Кем Он тебя сделал без твоего участия? Он тебя таким сделал, поэтому и проповедуется Евангелие благодать. Оно не раздается. Оно не физически что-то должно сделаться. Оно проповедуется, чтобы изменить твое мышление. Твое мышление меняется через информацию, через принятие благодать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова